здравствуйте дорогие друзья в этом видео уроке я просто в этом видео хотел поделиться со своими подписчиками вот насмотревшийся роликов что ставят маленькие фильтры для бойлеров для смягчения воды я решил пойти еще дальше думаю зачем ставить маленький по сто раз поставил купил вот такой большой и сейчас посмотрим что из этого получилось вот я хочу первое замена картриджа посмотреть в каком состоянии здесь что и как вытаскиваем сложновато его вытащить немножко вот такая красота обычный большой фильтр не расплавился выдержит он нормально температуру проехал я примерно 400 километров сейчас хочу слить с вами наглядно и посмотреть что же там будет для этого меня есть клуба так где мой ключик то есть тема рабочая реально можно промывать можно ездить с этим фильтром печка работает все отлично полет нормальный вы думаете потечет сейчас антифриз когда я сниму эту шланг кранике сюда не ставил так как находится выше системы по идее законом физики она не должно течь тут обычные для шланг на 18 у меня идут снять сложновато так на всякий случай пальцем буду закрывать смотрите нормально не течет плюс и большого фильтра что не нужно тебе 5 картриджей чтобы почистить тебе одного хватает чтобы почистить момент истины стекать она будет наверно походу долго отсюда ну что я вам скажу антифриз чистый красивый сильно нельзя перехилять фильтр походу забился полностью что как-то она плохо стекает взять сюда подуть что он скажу антифриз очистился красивый мне нравится такой честненький честненький только так хотелось бы его полностью спустить посмотреть на сам этот ну ладно откручиваем него тут еще такой фиксатор есть его нажать потом крутить фирма этого баллончик картриджа фильтра какой-то c-bot c-bot стоит он 176 дешевка ну качественный написано было на нем характеристики выдерживает 8 атмосфер 42 градуса температура максимально ну выдерживает он сотку легко так ну что не знаю видно вам не видно смотрите какое какая грязь все забито мелкой требухой какой-то полностью наукналь сейчас достанем из мином нитки были 10 микрон полностью забитой полностью ржавчиной какой-то мелкой-мелкой стружкой кусочками какими-то пускай уже стекает сюда все вместе поэтому есть остатки в общем тема рабочая две резинки здесь выдерживает он нормально такая твердая жесткая единственное что она мутная не идеально прозрачная этот фильтр ну работу он свою выполняет так помыла этот картридж кстати и рука сюда левая лазит можно его помыть тепленькой водой потом обязательно сполоснуть дистиллированной водой все так стряхнуть и ставим назад что еще хотел сказать есть два варианта таких фильтров дальше буду ставить и уже то есть ставил с веревки фильтр дальше будем ставить эксперимент такой вот полипропиленовый но есть толстые такие видите есть тоненькие потоньше но я думаю ставить лучше потоньше чтобы лучше проходила охлаждающая жидкость антифриз ну а потом третий раз можно такой поставить будет так тут у нас есть стекает мы и он отстоится до его дальше зальем но уже без мусора можно будет процедить его так дальше ставим вот этот тоненький стоит 15 гривен сегодня его покупал в разных магазинах по-разному вот 15 и выше может быть там 25-35 кого сколько совести хватает и цены вставим вот так и закручиваем его смотрим чтобы он попал вот здесь дырочку в отверстие когда-то мне комментарии написал один пользователь дырочка может быть только в жопе а все остальное это отверстие на тебе запомнил этот комментарий я с ним солидарен классный этот фильтр тем что видно куда затягивать дальше видите замочек все дальше его тянуть нельзя ну конечно можно понятно нажать этот замочек и чуть чуть дальше протянуть но не стоит ну и дальше так как его включал систему вот у меня идет выход на печку вот это обратка с печки получается смотрите по своей системе где у вас выход на печку ну обычно есть термостат вот он термостат начале амулет и под низом идет выход сразу на печку сейчас одеваем стрелочкой смотрим вот сюда после этой процедуры возможно поменяю весь антифриз одевается легко она все делать аккуратно не спешить все получится если долго мучиться то что-нибудь получится на самом деле эта идея была с вот этим очищением системы от ржавчины и от мусора давным-давно сильно затягивать не нужно умиренно все но я как-то боялся но люди молодцы интернете не побоялись проект смиро имитировали какой-то уже ролик не один на пространствах youtube что хочу сказать ребята молодцы я тоже люблю экспериментировать нравится такой занятие узнаешь для себя много люблю практику они теории тем более когда хорошая практика вот такая печку чистит радиатор очищает плюсов вот такой доработки очень много постоянно ездить на ней не стоит ну раз в год можно поставить откатать два фильтра и потом снять все главное с собой возить запасные хомутики потому что это хомутики украинского качества может даже китайского не знаю не доверяю я им они могут в любую минуту сломаться от тебя отсюда может потечь жидкость нужно естественно контролировать чтобы если загорелось остановиться посмотреть бак у меня стоит от старой вас 2110 у него есть большие плюсы от обычного родного ваговского фольксвагена также шкоды ставят и многие круглые вот эти бачки у них там минус что когда в тебя жидкость уходит порой антифриз они проводят между собой есть электрическое поле электрическое поле просто или по стенкам но поп пар и проводит ток те показывают что есть антифриз а на самом деле бачку антифриза нет здесь обычный поплавочный тип то есть в туалете вода ушла поплавок включился вода набралась тут тормозная жидкость антифриз ушел тебе поплавок опустился вниз провода разомкнулись геркон там стоит и тебе показывать что нет антифриза ты встал посмотрел здравствуйте это продолжение видео в системе очистки охлаждающей жидкости в вентилях через обычный фильтр которые сделаны для воды вот я еще проехал 300 400 сейчас будем снова сливать и смотреть мне нужно спать что я вам покажу что я вам покажу когда в начице так вот что мы видим сейчас солью где 30 сюда плохо сливается мы мучить поможем откручиваем смотрим что здесь сейчас на солнышко покажу каком состоянии мы видим грязный ржавчиной забитый мусора на дне не очень много где-то чайная ложка надеюсь вам видно мусор сейчас солью где фрис подставить теперь наглядно видно что не знаю еще раз поставить еще откатать каком состоянии все чисто красиво чисто ну все сейчас буду споласкивать мыть этот картридж и может быть еще раз поставленный третий раз фильтр поставлю чистенькие откатаю чтобы окончательно почистить систему полностью хорошо ну и затем уже буду снимать этот полностью фильтр и ездить без фильтра посмотрим что будет потом осенью еще поставлю и мы проверим кстати что по поводу фильтра хочу сказать он качественный классный не где ничего не происходит удерживает как это пластмасс такие нигде никаких нареканий 100 градусов он выдерживает спокойно еще раз говорю название c-бот c-бот картридж можете найти купите в магазине пластмасс здесь очень толстый это тоже колба толстый пластмасс твердый довольно рукой не сжимается единственный минус его что он такой не очень прозрачный зато он крепкий заверенный так что вставьте чистите свою систему не бойтесь двигатель вам только скажет спасибо всего доброго до новых встреч подписывайтесь на мой канал ставьте пальцы вверх до свидания